Мы хотим, чтобы у Украины был доступ к дополнительным объемам газа, если они потребуются. Как вы все знаете, природный газ транспортируется по газопроводу из Западной Европы через Украину в Россию. Была выборная карусель, что голосовали дети и даже жители Москвы и Санкт-Петербурга. Извините, я не очень представляю, что такое выборная карусель. Карусель, карусель, это радость для нас, прокачешь на нашей карусели. Знаете, я вообще-то читала и сама не очень знакома с этим термином. Я обязательно уточню. То есть вы уверены, что люди не ездили по кругу на игрушечных лошадях? Нет, я думаю, речь здесь идет не об этом. У них там свои методы проведения выборов. Вы все хорошо знаете Викторию и наверняка в курсе, что когда ей было 23 года, она 8 месяцев жила на борту русского судна и, возможно, узнала там определенную лексику. Вы имеете в виду, что нас предубеждением относятся к России? Нет, я предполагаю, что на борту этого рыболовецкого судна она могла узнать русскую ненормативную лексику. Ну, она же ругалась по-английски. Она... Ладно, это я пошутила. А, ну, понятно. Эти фотографии обошли все мировые СМИ. Они были в Твиттере, и они находятся в открытом доступе. На снимках мы видим, что эти люди, судя по внешним признакам, явно имеют отношение к России. И это вы называете доказательством? Угу. Но вы же не хотите сказать, что правительство США со всей своей разведкой и так далее теперь зависит от фотографий, которые выложили в интернете? Эти снимки из открытых источников. Выводы делайте сами. Вы знаете в комментариях российского вице-премьера Дмитрия Рогозина насчет санкций в отношении космической программы? Он предложил США доставлять астронавтов на МКС с помощью батута. О, простите, я, видимо, это пропустила. Но очевидно, что американско-российские проекты в космической отрасли взаимосвязаны. И вы в самом деле ждаете, что после санкций россияне продолжат помогать вам с запуском астронавтов? Позвольте, я все же более детально ознакомлюсь. И похоже, это даст им возможность для прорыва в отрасли. Это очень занимательный комментарий был. Следующий вопрос. Но все-таки вы согласны с тем, что русские имеют право требовать деньги за проданный товар? Мэтт, я с радостью разберусь в этом вопросе, когда вернусь к себе в кабинет. Совпадение ли это, что оба раза украинские власти посылали войска в Восточную Украину сразу после визита в Киев и с копоставленных представителей США? Я думаю, что вы просто повторяете слова министра иностранных дел Лаврова. Ну а ваш-то ответ какой? Следующий вопрос. Но вы уверены, что зачинщиками являются сепаратисты и ничего подобного не исходит со стороны прокиевских сил? Как мы видим из инцидентов, о которых говорим каждый день, именно они, кажется, всегда являются зачинщиками. В багажниках их машин были обнаружены переносные зенитно-ракетные комплексы. В общем, возникает вопрос, действительно ли эти люди являются журналистами? Может, так оно и есть. Но вопрос в том, чему вы, правительство США, верите. Каким-то сообщениям или это украинские официальные власти конкретно подтвердили вам всю эту информацию? Так доложили наши сотрудники, находящиеся на Украине, у которых имеются контакты с местными властями. И они верят, что все эти сообщения, что те люди везли с собой оружие, все это правда? Они считают, что да. В Твиттере вы заявили, что русские стреляли первыми. Это довольно серьезное обвинение. Хотелось бы знать... Нам не кажутся достоверными заявления русских, что агрессором был кто-то другой, или украинцы, учитывая, что именно русские вошли на базу. Но Россия этого не заявляла. Она сказала, что это была провокация, тогда как вы утверждаете, что вам очевидно... Россия и об этом тоже упоминала. Думаю, мы готовы перейти к следующему вопросу. Россию обвинили, но объяснений никаких не дали. Есть ли у вас какие-либо опасения по поводу возможных интерпретаций конфликта или по поводу кумовства, в котором вы зачастую обвиняете русских? Нет, он частное лицо. Хорошо, но тогда российские и украинские олигархи, которые контролируют это, все они, по-вашему, тоже частные лица, правильно? Разумеется, мы не стали бы относить их в той же категории. Мне интересно, есть ли опасения по поводу того, как русские и украинцы воспримут участие в этом сына вице-президента США, учитывая нынешнюю ситуацию? Нет, никаких опасений нет. Редактор субтитров А.Семкин